Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман и председатель Одесского госадминистрации Михаил Саакашвили встретились с представителями молодежных и общественных организаций города. Общение проходило в неформальной обстановке, острые вопросы, честные ответы. Основная тема беседы – децентрализация власти. Нечастая возможность напрямую задавать власти свои вопросы и еще более редкая возможность услышать от власти ответ. В Одессе состоялась встреча молодежных и общественных активистов со спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом и губернатором области Михаилом Саакашвили. Обсуждались темы коррупции, взяточничества, телефонного права, незаконной застройки, засилия бюрократии, непрозрачности власти. Иногда даже сам вопрос был острее, чем ответ. Так Михаил Голубев, известный шахматист, активист Евромайдана, заметил высоким гостям, что обсуждать реформы по децентрализации власти несколько странно в присутствии нынешнего городского руководства, коллег Януковича по партии и правящему режиму. В том, что они до сих пор продолжают оставаться во власти, активисты видят большую опасность. Ситуация действительно очень тяжелая и сложная, и может быть даже хуже, чем вы думаете. Поэтому я хотел бы обратить внимание, вот власть и господин Горисман, что в детском госсовете, и вообще вот местные депутаты в этой среде почти нет людей, которые реально боролись за реформы. У нас на Евромайдане, тут недалеко, два депутата были постоянно только все время. Один депутат госсовета, один депутат область стоета. И несколько депутатов были крайне эпизодически. То есть среда депутатов, это среда, которая противодействует реформам, и, конечно, изменение его совета кардинальное, это просто абсолютно обязательное условие для реформ. Поэтому мне также кажется, что вот те вот немногие люди, не только депутаты, но которые активно в их реформах, их не так уж мало, но и немного, но все-таки они заслуживают в каком-то отдельном общении тоже. И может быть у вас когда-то найдется время для отдельного общения с активистами детского Майдана. Я не говорю про себя абсолютно, и с более, в общем-то, уважаемые, какие-то люди тоже на Майдане. Вот. А в таком формате, знаете, дезинциализация вещь отличная. Я абсолютно за, но я просто не понимаю, как обсуждать ее в присутствии вот некоторых людей, руководства госсовета, которые просто являются тормозом реформ. И, знаете, в ММС, он просто не описает своим знакомств именем института. Об этом есть в его интервью, и это абсолютно все знают. Вот. И он ничем себя не проявил, как реформатор. С февраля, когда был в прошлом году драматический период в нашей стране, госсовет, он не принял ни одного заявления знакового года. Это были абсолютно безумные месяцы. Февраль, март и так далее. И что госсовет заявил, как политически? Ну ничего. Просто сидели, знали, куда подует ветер. Сейчас они сидят ждать, куда будет ветер подует, и не несет не ветер вас. Вот в общем-то. И мне сообщить вам это на частные умения. Мнение Михаила Голубева оказалось мнением большинства и неоднократно поддерживалось аплодисментами. Присутствующий Геннадий Труханов стоял с отсутствующим видом, разве что желваки на скулах выдавали напряженную умственную деятельность городского головы в этот момент. Отвечая на мнение активистов, губернатор области пообещал устроить местным властям ветер перемен. Впрочем, как справедливо заметили общественники, сдуть окопавшихся и перекрасившихся невозможно, пока не переформатированы избирательные комиссии. Дело в том, что мы прекрасно помним, что пять лет назад был утвержден состав разных комиссий, а возглавлял городскую избирательную комиссию господин Ахмеров, который нам посадил на голову и Костусева, и Труханова, и весь этот коллаборационистский состав городского совета. Если сейчас снова удастся пролезть этим людям в эти комиссии, то все эти реформы, они не будут стоить и ломаного гроша. Здесь ответ держал Владимир Гройсман, который уверил, всех присутствующих, выборы будут честными и прозрачными. И у нынешнего главы избиркома Александра Ахмерова будет исключена самовозможность подтасовки результатов голосования. Я думаю, что глава областной державной администрации очень быстро с этим пытанием разберется. Сегодня есть новый закон о выборе, которые приняты в прошлом читании. И я думаю, что второе читание на наступном полномерном тижне может быть разгадан и затверджен. Он как раз покрытывается на то, чтобы выборы отбывались максимально прозорно. Не буду сбегать вперед, но в этом направлении работа ведется. Разговор длился чуть более часа, и в целом активисты и общественники остались довольны результатами. И смотря на то, что далеко не все успели задать свой вопрос, прозвучало главное. Просто близкочий выступ, и требовало просто дивиться на реакцию Труханова, потому что просто было сказано від души, так, я думаю, просто мало было сказано, потому что Михаил, как интеллигент, как гроссмейстер, он был очень корректный, очень толерантный. Я думаю, что из других представителей Одесского Евромайдана слів би было набагато больше, больше было эмоций. Диалог правильный, потребный. Поруч стояв мер Одессы Геннадій Труханов, который на свой адрес також почувал пару ласковых від Одесситов с оплесками. Власне, это очень важный момент, что здесь сегодня была не модирована дискуссия, и представители киевской влады, и виконавчей влады почули, наконец, думку громади про то, что с таким мером, как Геннадій Труханов, с его сепаратистским, минулим и прихованным сегодняшним, делать реформы очень проблематично. Я сподеваюсь, что эти выставки на ризных ремнях будут сделаны. Конечно, хочется, чтобы для себя сделала выводы и местная власть в лице головы Геннадия Труханова. Хотя, пожалуй, в этом случае разговоры абсолютно бесполезны.